На сегодняшний день вообще в Пурции. Там нет никаких налоговых преференций. Там делают, строят огромные корпуса и запускают просто чуть ли не бесплатно промышленников, главное делайте. И при этом еще и налоги, и кредиты, и бесплатные деньги дают. Вот нам сейчас бы в республике создать такую площадку парков, которая бы была под государством. Может быть они частные могут быть. Не сильно как бы там критические, но почему государству легче взять деньги у государства и сказать, что мы берем деньги и вкладываем в государственный проект. И государство говорит, ну окей, государственным дам деньги. Сделать магиципальные, может быть, государственные. Сделать площадки, где вот сейчас царь Долгадж, они делают в Бухаре, ему дали просто в пустыне. Вы представляете, Бухара, где выращивают арбузы, вот где арбузы выращивают, это земля плодоносная. А ему дали рядочком с Бахчой просто в пустыню, и говорит, сделай здесь технопарк. Заведи сюда резидентов. Мы привезли резидента, а он говорит, а где технопарк? Мы говорим, ну вот здесь. Надо сделать площадку, на которой бы мы могли разместиться своих резидентов. И это нужно сделать небольшие, недорогие территории и запускать резидентов. У нас сейчас большая проблема у КамАЗа. У них нехватка людей. У нас большая проблема у авиационщиков, еще у кого-то. Они настолько много чего производят, и внутри Казани, внутри Челнов производить что-то невыгодно. Людей, ну сколько там сейчас Челнах и заплатят? 100 тысяч. 100 тысяч хороший специалист. 80 тысяч это среднее. Между женщиной и мужчиной. Мужчина 120, женщина 80. А у нас есть районы, в регионах, которые получают, ну я не знаю, вот у нас в Агрызе 3000 человек, каждое утро миграция в Ижевск, вечером обратно. В Буинске 2000 человек уезжают в Ульяновск, возвращаются. В Мамадыши есть огромная территория, которую можно задействовать, там тоже люди есть. На КАМАЗе проблема, они не знают, где свои производства размещать. Уезжают в Башкирию, уезжают там куда-то еще. Почему мы не можем сделать хорошие технопарки? И сказать, КАМАЗ, вывези свое производство головок. Вот в Мамадыши есть хорошая техника мафтомеханическая. Давайте двух учителей научим, чтобы они учили пацанов делать в головке. Платите им 80 тысяч вместо 100 тысяч. Никто из Мамадыши не уедет. Он возьмет с деньгами со своими, будет развивать Мамадыши. Нам нужно развивать территорию, чтобы наши районы были самодостаточными. Это задача экономики республики. Да, у нас Казань, крупные мегакомплексы, они достаточные. Они прибыльные. А есть районы, которые у нас традиционные. Нам приходится из кармана им каждый год доплачивать. А это ресурс огромнейший. Я встретился с трансмашхолдингом. Я ему говорю, в огрызи, он говорит, так и быстро у меня депо 250 человек работает. Я говорю, а что ты не разливаешь? У нас сейчас за Камьем, за Камье, в Уалабыке, у них проблема. Они не знают, как грузить свою продукцию, как грузить в Менделеевский, что они там продают, свои товары. А он говорит, а мне никто не сказал. Я говорю, забирай вообще и начинай там делать большую станцию. Коллеги, вот ваша стратегия сейчас, она должна носить не только местечковый характер. Я там промпарк в Гугольме, я промпарк там в Агрызе, я промпарк в Челнах, там еще где-то. Вообще общая стратегия республиканская, у нас сейчас главный ресурс это люди. Без людей ни один промпарк не полетит. Нам нужно использовать людей, которые в наших районах есть. Павел Галдарч, если вы возьмете, объедините эти промпаркочки, сделайте одну маленькую строительную компанию, пускай она строит там эти полтаветысячники, много-много-много, но с небольшой арендой будем запускать туда КамАЗ, будем запускать вот Трансмашко Оглинг, Сибур, переделав его всей линейки. Это будет огромный плацдарм по производству, во-первых, товаров повседневного спроса, загрузкой наших крупных заводов. Мы получим такой экономический эффект в бюджет республики. Мы сделаем нашу республику еще более богаче. Вот цель главная вашего направления – подумать, какая главная стратегическая цель у промпарков. Как стать лучшим промпарком. Как собрать всю экономику вокруг себя, чтобы она была реально реализуемой. И все шаги, которые туда идут, чтобы они были прям вот маленькие, небольшие, но реальные. Но слона можно съесть только по кусочкам. Поэтому, я надеюсь, что у вас все получилось. Я вам в помощь, ну здесь все авторитетные пацаны, я говорю, я так, все смотрю, не просто так балам-балам, у всех такой большой опыт работы. Кто-то несколько промпарков создал, кто-то уже там целые, как они называются у нас? Кластеры. Кластеры, ну и все остальное. Поэтому, вы делаете это для того, чтобы в республике была создана целая структура, инфраструктура. И это все в ваших руках. Я, как инструмент, готов быть всегда рядом, готов помогать на федеральном уровне, с крупными госкорпорациями, с нашими министерствами и экономикой, и министерством промышленности, и другими министерствами. Но самое главное, чтобы наша работа сегодняшняя была результативной. Кто-то мне сказал, спросил, конечно, мы можем потом вносить коррективы во всю нашу стратегию, но самое главное, чтобы она, мы объединившись, поставили подпись и сказали, да, это по уму, я беру ее, Медхат Равказ, Шлядочком ставит подпись, и мы идем к Рустаму Нагалевичу. И мы это все сдвинем с пути. У нас есть и на, как он называет, нет, венчурный фон, и булату не вижу, где у нас булату, который булату. Айр, не пришел? Вот такой товарищ несерьезный. Ну да, пускай венчурный фон делает, если булату не надо. Надо под них заводить, пускай строит. Вы сейчас то, что проговорили по поводу бизнеса, вводить в район, как поменять этот менталитет, так скажем, бизнеса? Никак не надо, смотрите, я вам могу помочь в этом. Есть Курганов, это генеральный директор КамАЗа, его знает Фарит Алгач хорошо. Мы приезжаем к нему, привозим его в Мумадыш, вот он стоит, ангар двухэтажный. Мы говорим, Курганов, тебе какие нужны специалисты? Он говорит, мне нужен станочник, мне нужен шлифовщик вот такой. Берем двух учителей, привозим в техникум в Мумадыши, они начинают обучать Мумадышских. В течение года, пока достраивается корпус, Курганов перевезет своих 20 станков. Этот даст 30 человек, один факультет. И они начнут работать. Все, съездите в Елабугу, посмотрите, как он сделал. Все, просто обалдетьте, на ровном месте он, кто был в Елабуге, не был, но вы никто не были, потому что я вам, верьте мне на слово, за 6 месяцев он построил 300 тысяч квадратных метров территории. 300 тысяч. Мы с вами полторы тысячи хотим в Буинске построить? Полторы тысячи, полторы тысячи. А он построил 300 тысяч, в 300 раз больше. Он 6 тысяч человек за 6 месяцев собрал. Ну ладно, вру за год, наверное, да, но с конца 22-го, за полтора года, да, за полтора. 6 тысяч человек он набрал. 200 миллиардов оборотов. На ровном месте он взял кредит, подошел под 11-19, он получил госзаказ оплачиваемый, он получил 11-19 компенсация налогов будущих, он вложил свои деньги, компенсация процентов кредитных, ну без разницы, сколько там банков, 18-19, он договорился. Госзаказ людей, представьте, построил общежитие. У него весь комплект, набор, карт-бланш у него полный. За полтора года завод, производящий 200 миллиардов товаров. Представьте. Вот нам нужно сделать так же по республике. Один общий промпарк, неважно под кем он будет, Минэкономики, Венчурный фонд, вообще без разницы. О, губы, да, видите, опять нам везет с вами. Как вы относитесь к Катарстану? Полностью одна часть зоны, особой значкой зоны. Кого? Катарстан в общем. Так я про это и говорю вам. Ну не надо всю зону, конечно. Одна полностью одна зона по 19-19, но это так не сделать, конечно. Ну можно попробовать, конечно. Это все в наших руках, надо попробовать. Если получится, будет вообще супер ураган. Загнать под 11-19. Помните, что возврат налогов, уложенных сегодня, сегодня деньги уложены, завтра налогами возвращаются. Это вообще, это... Но еще нужен госзаказ. Надо делать, найти то, что вообще. Что сделал Тимур? Он нашел товар, который нужен будет. И он сказал, говорит, ребята, я вам его сделаю сколько надо? 10 тысяч штук сделал. И начал делать. Сейчас сделаю 20 тысяч штук. Представляете? Поэтому дальше. Но, keep myself. Не хуже, не споречка. Другая ниша. Но тоже нужен свечной заводик. Свечной заводик нужен каждому. Это вот однозначно. В любой структуре должен быть финансовый... У нас там не хватало к 35-му году цели. Спасибо. Мы уже отправили, но мы будем дорабатывать. Коллеги, спасибо большое за работу. Спасибо. Это инструмент, который пригодится нам во всей экономике. В развитии всей экономики. Спасибо. Спасибо.